ребят всем привет надеюсь интернет есть да я не удивленность что себя поцарапала чем привет проверь есть стрима или нет то что у меня просто я запустил стрим у меня школа стрима ну что ребят всем привет залетайте с вами пообщаемся в жизни дальнейшие наши планы и так далее то что лагает это плохо в дубае сейчас находимся для всех кто не в курсе вот со мной настя лежит мы на пятьдесят четвертом этаже напротив нас уж халифа вот бассейн начили на расслабоне что не грузит твич тебя интернет вай-фай ну что есть супер а чё только вы пишете то что больше чате никто не пишет я не пойму или туме модры опа 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 а у меня не показывает что кто-то здесь есть кто это тут у нас чё в дубае все супер ребят я в норме поэтому она купальники кайфуем сегодня 29 градусов мне очень нравится дуба и тебя как в плане атмосферы вот этой но цены нереально дорогие нереально все дорого и что-то мне кажется стрим вообще висит и не грузит ни хрена ну слушай на счет вайфая такого естественно мы если задержимся здесь то мы будем местную sim-карту покупать принципе у нас есть сим-карты нам дали бесплатно на 1 гигабайт но мы будем покупать местную сим-карту если мы здесь будем задерживаться это временное решение решили протестировать просто в общем ребят мы в дубае не знаю сколько мы тут пробудем хотелось бы долго а там как повезет ну очень дорого все стоит да ребят монетизации на ютубе больше нет пока что делать не знаю честно говоря английский я тоже плохо знаю и в этом очень большая проблема мы то есть ни с кем здесь не можем даже пообщаться толком монетизацию отключили блогеры завтра российскую федерацию нас да и идем на завод ты кем больше слесарем токарем а я буду грузчиком в пятерочке либо я ничего не умею поэтому буду грузчиком в пятерочке тем самым охранником биба буду из тухлопритона местного дела нормально ребят мы в дубае для всех кто не в курсе всем привет всем привет всех рад видеть мы в дубае лежим чилим я вам покажу виды на пятьдесят четвертом отель это же отель sky адрес sky view вот перед нами буш халифа мы прямо в самом центре дуба это у нас анастасия анастасия передай привет зрителям да я хотела подрубать вас артем сюда и почилин давай отдохнем пока все мы на отдыхать слушаем как у вас дела как у вас дела от этого коннектинг шибко какой-то удаливает до этого нормально все ловил где тут интернету вас как с россией с интернет с интернетом ребят работает стрим интернет у нас вай фай мы на крыше поэтому на вай фай на крыше ловит так себе либо на местную сим-карту покупать нам до разный рад за вас но собственно мы в дубае мы это запланированный был отдых многие пишут что я убежал и так далее это был запланированный отдых мы изначально планировали полететь в дубай на насти на день рождения ей вчера исполнилось 24 годика 2 марта позавчера и исполнилось 24 годика и у нас был запланированный отдых мы собственно полетели в дубай на отдых запланированный всем ребят за поздравления вот тут круто очень круто я думаю мы будем стримы чаще подрубать и что мы живем супер люкс отеле когда мы сюда ехали мы не знали что такая вот проблема сейчас вообще и сет полный с деньгами проблема с экономикой в россии так понимаю наступает беда потому что мне уже банк присылает сообщение что там переведите деньги в рубли потом что вообще вы там комиссию заплатить чтобы вывести свои денежные средства в общем банковская система в российской федерации так понимаю в кризис какой то входит в принципе вся экономика россии входит в кризис это ужасно просто ужасно сразу говорю я против любых военных действий тогда любого против любого насильные действия любые мы осуждаем это ужасно и самое ужасное что экономики россии прям мне кажется сейчас очень тяжело надеюсь конечно все восстановится но это знаете как надежда просто какая-то призрачная по факту я понимаю что с каждым днем все хуже и хуже становится судя из новостей которые я вижу рубль падает и так далее в общем друзья полная жопа мы сейчас дубая и честно мы прилетели у нас 6 числа уже обратные билеты теперь мы даже не знаем возвращаться или нет в россию у нас там все вещи все собака и так далее но мы не знаем сейчас возвращаться нет россию потому что я чувствую что наступает жопа и это мое субъективное мнение что возвращаться сейчас это полная глупость надо придумывать какие-то другие источники дохода сбережение тратить возможно сейчас самое время пришло нельзя копил и оставаться либо в дубая либо смотреть какие-то ближайшие страны собаку мы заберем любом случае ребят просто надо подумать как-то грамотно сделать не возвращаясь россии да возможно настя отнимает что мне сейчас возвращаться это просто ну если я вернусь в россию я нет утром же блогер плюс блогер на контент направленный вы понимаете сами ребят я не хочу вам сказать думаю вы все вы все взрослые люди мы снимали для вас влог здесь полностью как все свои действия документировали но просто сегодняшняя новость о том что тинькофф будет огромные проценты за снятие наличных меня просто добила артема сразу на фрон артем негоден но как бы я не удивлюсь артем реально негоден все меня даже прокуратура забирала мои документы на проверку проверить не откаживали я после того как я начал заниматься всей этой деятельностью прокуратура сразу военкомат забрала мои документы на проверку чтобы посмотреть а не косит ли артем вольф отключение у меня до сих пор есть аллергия на теле при том что я улетел на сейчас здесь на под зажила здесь как будто климат мягче лучше и она заживает немножко аллергия меньше проявляется но она есть мы в дубая ребят мы в дубая у нас и без ноги заберут но смотрите я думаю первую очередь будут призывать тех если будет действительно военные действия кто уже служил поскольку именно они уже знают как обращаться с какими-то в любой момент защитить россию те кто не служил что мы сейчас придем что толку от нас будет как пушечное мясо если только спай грузия индонезию рассматриваем но у нас нет как прививки от к вида оттуда обязательно нужная в интернете возможно сделаем в дубая где не да я посчитал в индонезии обязательно юар-код ну это мы переболели из-за того что а именно прививки от к виду у нас нет ну ты сдавали да но это пцр тест это ерунда он уже перестал действовать даже насти вот ребят посоветуйте в чате куда полететь где для нас еще открыто все желательно чтобы жить было недорого мы с удовольствием остались дубая ребят честно мы бы остались дубая и тут бы и жили ближайшее время выживали мы бы выживали с удовольствием в дубая все это солнышко первый день когда зашло за тучи все эти дни были солнечные а сегодня солнце зашло за тучи и мы бы выживали но очень какие тут цены для вашего понимания наш отель на 6 ночей стоил 500 тысяч рублей если в рублях по сейчасшнему курсу когда мы брали бронировали мы заранее бронировали стоил 300 тыс сейчас уже он стоит 500 когда бронировали да еще мы бронировали 22 что еще и попы вы бронировали за 300 тысяч сейчас уже когда мы прилетели по факту мы когда прилетим с рублях то есть в дирхамах цена не изменилась но в рублях он уже стоит 500 поэтому в дубая жить очень дорого и в принципе тут жилье очень дорогое сколько мы смотрели самое дешевое 160 тысяч самые простые какие-то квартирки 160 тысяч стоит и так далее ну что очень дорого для нас тем более ски просрочка конечно ребят нет ограждений нас полетит а летит летит улетит уже чай ребят рядом в бассейн я заберусь вам покажу если вам интересно конечно кстати ребят вам интересно вообще было бишь мы вам показали дубай конечно придется местные симки для этого оформить но мы можем вам показать принципе дубая весь как он есть съездить с вами куда-нибудь покататься пока мы еще здесь в тс кстати вай-фай ловит тс можно показывать спокойно я что же хотела подрубить в торговом центре тебе говорила что там кстати фонтаны тоже да тут очень круто ребят тут нереальная красота щас окраю бассейн под клубу и покажу инстаграм ко мне заходите я там фоточки новые добавила кто маленькие модули накидайте настина инстаграм в чат ну не то что купальники все так стыдно там без купальника ну они тут уфают без купальника да не-не-не-не такое мы не одобряем много было сообщений где фотки почему так плохо ведешь инстаграм по-моему насти пять фото уже загрузила новых я по чуть-чуть загружаю загружаю обязательно заходите и у меня там новые фотоски пара появилась буду рада вашем комментариях я сторисы каждый день выкладываю все самые интересные сторисы я уже выложил но тем не менее так что ребят привет всем привет так что ребят на завод я не знаю может упали на какой-нибудь завод пойдем работать я только начала вести инстаграм в супермаркетах ребят и в общем просрочки тут нема просрочки мы не нашли я в футболке потому что я обгорел немного настя нормально себя ощущает вот вопросы какие ребят если бы стоило все это дешевле мы бы с удовольствием остались в дубае да хотя бы в два раза дешевле потому что мы стоим 50 тысяч за обычную самую квартиру однокомнатную просто что там кухня какая-то минимальная была это очень дорого ребят реально и да и все остальное тоже очень дорогое безумно дорогое то есть ну для вашего понимания во первых цены все выше здесь чем россии на все абсолютно по кроссы в россии стоили 10 тысяч дубая не стоит 14 хотя счастливым курсом наверное в дубае и в россии цены одинаковые но кроссы стоят все дороже стоит гораздо камеры на превроси sony я смотрел на 330 перед отъездом стоило здесь камера 400 стоит я написал сэм джонсу чтобы он помог оформить визу ребят это бассейн для взрослых исключительно бассейн для взрослых но короче не глубокий этажей бассейн для взрослых ну взрослые как вы видите вот поэтому ребят мы тусим у бассейна сейчас сейчас наверно пойдем какой дед палит насти сейчас наверно пальму там пофоткаться насти хочет насти хочешь пофоткаться в россию хотели вернуться но если мы не вернемся в россии мы 35 тысяч потеряем что пойдемте бассейк бассейк вот мы хотели вернуться в россию но к сожалению с сейчас реальными не знаю есть ли смысл я вам покажу как тут у нас обстоятельства я тебе покажу сзади важная стоечка люди чили мы людей конечно снимать не будем там ресторанчик я снимаю максимально высоко чтобы никого не стеснять да потому что в дубае если человек вот там у нас пар сюда можно сказать кальянчик еду напитки да да ребят английский канал есть планов но не нужен переводчик нереально послужен перевозчик который сможет перевести мои старые видео мне очень много на английский язык желательно 2-го лося хотя бы если я найду переводчика то все видео будут приводиться на английский язык и новые видео которые мы будем снимать возможно может, за рубежом уже ходят на английский язык. Я сам английский не знаю, мне нужен грамотный переводчик. Холм на улице, солнце, первый день сегодня, 29 градусов, солнце за тучами. До этого всю жизнь было солнечно, все дни, вот что мы здесь были, было. Всю жизнь, все дни, очень жесткое солнце. Вон, вон, танцующие фонтаны, ребят, надеюсь, вам... Они даже сейчас танцуют, Настя. Конечно, не так, как вечером, какая красота вечером, но танцуют фонтаны. Буш-халифа, красота. Ну, поющая, какая разница. Ну что, пойдем в бассейн? Я себя показывать не буду? Пойдем сзади, там. Давай. Зайдем. Я возвращаюсь. Я вернулся на ту мид... На самом интересном, нет. Нет. Спасибо. Я не знаю. Ребят, чат грузят или нет? Впишут. Ребят, есть интернет или нет? Афк стрим. Что ты хочешь показать? А, я к тебе спущусь, пойдем, я с тобой. Пойдем, пойдем. Главное, чтобы интернет ловил. А, какая же ледяная вода, ребят, вы бы только знали. Этот Wi-Fi на 54-м этаже не очень хорошо ловит. Почему, что я правда на носочках? Настя, почему у тебя дудульки стоят, спрашивают? Почему у тебя дудульки стоят? Вода холодная. Дудульки. Ой, холодно, пипец. Не то, чтобы холодно, пипец, но... Вода ледяная. Необычно, когда сейчас на солнышке. Да, до этого солнце было, и было очень тепло. Да, это тепло вообще было. Куда ты меня отбираешь? Я сам все покажу. Ты прыгаешь. Прыгаю? Ты не прыгаешь. А, все, ребят, я в басике. Настя, вон, спина красная. А уже маленькая, куда еще меньше, ребят. Холодно. Вот тут стекло. Потому что здесь есть защита от дураков. Довольно-таки широкая. Довольно-таки широкая, да. Найс. И вот такой вот вид, собственно, из бассейна. А кто это у нас на Чили, на Кайфе? Мы в Дубае. Five Palm. Ой, Five View. Нет, какой Five Palm? Адрес. Адрес Sky View. Отель. Прыгайте вниз, ребят. Самый лучший отель в мире, мне кажется. Да. В центре, в самом Дубае. Смотрите, какой огромный торговый центр. Five Mall. Ребят, он просто нереальных размеров. Вы представляете? Мы впервые в жизни увидели, что по торговому центру ездило такси. То есть, по этому торговому центру ездило такси. По крыше, смотри, машины ездят. Вон, по крыше. Ну, парковка на крыше. Привет всем, ребят. Не трогай меня холодными руками. Зачем? Об меня вытереть руки. Вон, парковка на крыше. Отель огромный. Такси внутри отеля ездят. То есть, между магазинами. У некоторых магазинов, например, у Бетона есть в торговом центре. То есть, так как... Как же, реально, интернет плохо ловит. Тинькофф ловит хорошенье. Я подключил... Потому что тут интернет очень плохо ловит, ребят. Мы возвращаемся. Смотрели, не нашли. Что-то прячешься. Опять лаги. Одень полетенцем. Нет, не хорошо. Я психаю. Ребят, все вам покажем. Отель. Сколько стоил у нас отель? Когда мы бронировали, по тому курсу он стоил 300 тысяч на 6 ночей. Когда мы приехали, уже он стоил, ну, в рублях имеется в виду, 500 тысяч на 6 ночей. То есть, рубль, потому что упал относительно дирхама и относительно доллара. Поэтому отель в рублях подорожал и в дирхам, собственно. Ты же дирхам, по-моему. Чьи-то ножки замурашились. Тинькофф карта работает. Да, ребят, все оплачиваю, но курс невыгодный, нихрена. И Тинькофф сегодняшнего дня заявил, что снимать наличные теперь можно только под проценты. И проценты очень большие за снятие наличных. То есть, вообще, хызы, что делать? Может, вообще, надо все в крипту вкладывать? Подарок на день рождения Насте был. Поездка сюда. Ну, еще мы там тапочки купили красивые очень. Все бронировали. На авиасейл забронировали билеты. Отель. Все, подготовились, документы и прилетели. Ход, 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 ход. Горячо, горячо. Очень горячо. Не буду вам такое показывать, вы еще маленькие. Что, как интернет сейчас стрим вообще работает? Нет, ребят? Так, давайте вопросики. Так, остаетесь жить с удовольствием, ребятки. С удовольствием. Ну, очень дорого. Ну, очень дорого. Куда едете дальше? Посмотрим, пока продолжим здесь. Пока думаем. Сделать резидентскую визу и счет открыть. Кто был в Грузии, ребят, скажите, как там вообще? Плюсы и минусы напишите, пожалуйста. Мне в личные сообщения в Инстаграм. Модераторы, скиньте, пожалуйста, мой Инстаграм в чат. Почему вы так вовремя вышли в эфир? Чего бы интернет ловил здесь? В смысле вовремя? Не знаю, поедем или нет. Если ехать, то сейчас. Ребят, поедем на Пальму с вами? Ребят, кто был в Грузии, напишите, как там и так далее. Просто мы сейчас в ломке, честно говоря, мы ломаемся делать резидентскую визу здесь и открывать счет здесь, либо поехать в Грузию. Тут просто гораздо дороже все. Очень все дорого, жилье, жизнь и так далее. Поэтому мы думаем. Артем наделся такое солидное пузо. Любят вам это показать. Не хочешь пугать, да? Ребят, кто? Ребят, кто красивее? Кто вам больше нравится? На кого вы больше уфаете? На Настю? Дедульку на твое пузо. На Артема твое пузо. Я знал, ребят, спасибо. Я знал, что вы мне не предадите. Не, на самом деле, я реально поднаел тут чуть-чуть. Но сейчас, если мы действительно будем здесь задерживаться, просто у нас отпуск, как-то я сильно не ограничиваю. Но мы алкоголь здесь не пьем, но мы едим. То есть не ограничиваемся особо никак, поэтому мы наели. Естественно, если мы продолжим здесь жить или поедем, куда-то мы будем фитнесом заниматься. Всем привет, всем привет, ребят, кто залетает. Просрочки здесь нет. Честно, у меня еще есть отснятый контент наперед по просрочке. Причем контент очень жесткий. Вот то, что видео последнее вы посмотрели, надеюсь, все последние видео. Это самый лайт просто, что можно было выпустить. Очень много жесткого контента упаковали с собой. Все, это в GTA 5 RP. У меня отобрали всю технику и так далее. У меня даже такие видео есть. Но просто сейчас публиковать нецелесообразно, поскольку YouTube не платит монетку, а и рекламодатели сейчас боятся, потому что боятся, что заблокируют. То есть рекламу сейчас даже, я хотел уже какой-нибудь скамп рекламировать, и то они не берут рекламу особо, потому что боятся, что YouTube закроют. Если в Россию не берут, что будет? Пока что подождем, но мы будем... Да, пока будем стримить. Стримить из Дубая, стримить из Грузии, из Грузии, да, если понадобится. Будем пока стримить, ребят. Не забывайте донатить на жилье нам. Нам жить негде. Серьезно, у нас сейчас жилье заканчивается. Мы шестого здесь выезжаем из отеля, и нам жить больше негде. Самое главное, что у нас даже денег нет, потому что Тинько пограничил снятие денег за границей. Поэтому, кто может задонатить, Донейшн Найдерс пока работает, донатьте. Буду очень благодарен вам. У нас не ноутбука, тут ничего нет даже, чтобы монтировать видосы. Но мы сняли уже влог из Дубая для вас, и продолжаем его снимать. Да, пока отключили рекламу, поэтому мы не знаем, что делать. Если будут какие-то выгодные предложения сторонней рекламы, то я публикую видео. Если нет, то и публиковать пока не буду. У меня есть материал, говорю, в запасе. Пусть пока лежит, хранится, пригодится еще. Жесткий очень материал. Безумно жесткий. Такого еще вы не видели у меня на канале, честно. Таких миндок вы еще не встречали. Это прям... Ну, это прям трэш, честно. Таня в мире. Да. Ребят, донатить не забывайте. А это бассейн на 55-м или 54-м этаже. Покажи красавчика главного. Ну, опусти, я... Ты не понял, в чем прикол? Нет. Или меня развязал? Ребят, я думаю, вы поняли, в чем прикол. Кажется, у кого-то сейчас могло бы произойти ЧП. А я сразу понял, что купальник какой-то ненадежный. Нет, я просто наступила, мне их перевезли. Да-да-да, просто наступила и перевернулась. Я хотела показать его. Этого жопника. У ножки, у этого ручки, у этого мордочка. Как вам, красавчик? Некрасивее той, кто держит камеру, конечно. Ни фига балумба 30 сантиметров. Чего, ни фига? Ни фига балумба 30 сантиметров. Люди отдыхают. Все, пока. Но сегодня народу мало, кстати. Сегодня очень мало людей, просто потому что вот солнце за тучами. Обычно мы сюда приходим, и здесь вообще лечь нигде. Ребят, что-то вопрос не задают никакие, да? На самом деле, ну, есть, но немного. Вот мы вчера гуляли прям в самом центре, считай, вот, где Дубай Мол. Там периодически проходили русскоговорящие люди. Мне кажется, процентов 5 от общего числа людей. Да, ну, может, 10. Не, меньше, меньше. Ну, лично я слышу русскую речь. Я не слышу, но редко еще. Вот на Марине очень много русских, но там дешевле отдых просто. Здесь в центре меньше русских, вот и дороже. И вообще, из-за шизлонов один только русский. Сейчас градусов, по-моему, 29. 29 градусов. Красивые ножки. Гуляли по дорожке. Мне кажется, у Насти уже больше нога, чем у меня. У меня нога, вот, мышцы. Ну-ка, выпрями, напрягинь мышцы. А я не могу так. Давай, я тебя. О-о-о-о-о, пошел, пошел, пошел. Ну, так себе. Сейчас жирненько, очень окушно. Ножки пухленькие. Здесь сейчас пухляш. Я в самом сейчас своем неподходящей форме. Это. Что еще, вопросы какие тут что-то пишут? Снимай, Настя. Да, ребят, куда можно эмигрировать? Вы тоже напишите. Напишите. Отдай Мазарати, брать. А Хана где? Хана дома. Верас пока. Да, с моей сестрой сидит. Ребят, если вы знаете, ждать и так далее, где просто несложно получить визу, типа Дубая, Грузии. Почему у нас кулинария? Не знаю. Пусть поставят бассейн, там, как она называется. Короче, ребят, если вы это, если вы знаете, куда можно улететь, сейчас напишите мне в инстаграм. Я бы с удовольствием улетел в Индонезию, на Бали, но, к сожалению, там нужна прививка от коронавируса, а прививки у меня нет. А сколько она будет? Ну, месяц придется подождать. Надо, по-моему, чтобы 20 дней, чтобы прошло между первым и вторым спутником. там, ну, я не знаю, спутник лайт можно или нет, и потом... Именно когда мы решили по стриму, плохо интернет грузит. Да, интернет сегодня именно плохо грузит. Именно сейчас, да? Я думаю, я сидела в инстаграм спокойно. Ну что, пойдем в отель, короче, нас покажем отель, если интернет не вылетит. Пойдем, ребят? Пойдем, говорят. Кто-то у тебя в очках, что за красавчик в очках? Какое-то я вижу. Ой, это же подписчики в очках у тебя. Мои шортики не подойдут? На рубашку? Да, шорты. Показать вам, как Настя одевается? Станьте сюда чуть поправее, чтобы людей не снивать. Ну что за красотка? Нормально, уже нормально. Не ревновать или к кому, ребят? Вы о чем? Какие ляжки мы не видели, говорят. А вот эти нормальные беленькие, не обгоревшие. Ой-ой-ой. Настя, возьми, пожалуйста, телефон. Я буду скину. Предлагают помазать. Меня? Короче, тут полный фарш вообще. То есть тебе сразу и водичку приносят, холодную, причем в стоимость отеля входит. Полотенчики приносят и так далее. Все, что ты хочешь за твои деньги. Но это стоит, но сходит уже. Ребят, я вам еще хочу сказать всем, кто смотрит меня сейчас, учите английский язык. Вот я не знаю английский язык, и это такая жопа просто, я не могу ни с кем нормально поговорить. Я знаю английский язык, но очень тяжело мне, именно в разговорной манере. То есть так слова я понимаю, когда мне медленно говорят, но если быстро все, я ничего не понимаю. Я заказываю каждый день завтрак в номер, каждый день мне звонят и с подтверждением. И она мне... Я просто вот беру телефон в руки и слышу. Я what? Я Russian language. И после того, когда она слышит Russian language, она понимает, что она не знает английского, та девушка, которая отвечает за завтраки. И после этого она такая медленно начинает уже там яички по-английски говорить, то, 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 то. И я все понимаю. То есть я понимаю, когда медленно. И как же приятно встречать в магазинах русских сотрудников в том плане, что русскоязычных именно сотрудников любой национальности, но именно русскоязычные сотрудники в том плане, чтобы мне их легко понимать. У нас в отеле есть русскоязычный? Одна девочка на ресепшене. Уживающий персонал, который...